Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня, поскольку понедельник, я проведу традиционный вебинар, правильный понедельник, причем тему этого вебинара, предлагаю определить вам в нашем телеграм-канале. Мы запустим голосование. Несколько тематик по совершенно разным финансовым инструментам будут предложены. Соответственно, та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, вкратце, эта неделя будет точно богаче на макроэкономические события, чем прошлое. Самое главное, мы ждем очень важный релиз для США. Это данные по инфляции, которые выйдут во вторник. Этот отчет точно станет источником повышенной влатильности доллара, сможет уточнить перспективы американской денежно-кредитной политики и, конечно же, повлиять на будущую риторику американского регулятора и Джерома Паула. Я остаюсь сторонником того, что в текущих условиях Федрезерву уместнее сохранять ту политику, которую он проводит. Причем, мои доводы и аргументы опираются на то, что ранее мы слышали от представителей Федрезерва, учитывая, что происходит с экономикой. И, конечно же, когда мы видим такие показатели по экономическому росту и остаемся в условиях довольно крепкого рынка труда, надеяться, что инфляция будет неуклонно снижаться, это очень опрометчивая и оптимистичная позиция. На самом деле, такого не будет и, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, Федрезерву придется как минимум удерживать ключевую процентную ставку на тех высоких уровнях, на которых она остается в течение длительного периода времени. Помимо отчета по инфляции, которую мы ждем во вторник, также нашему вниманию будут представлены данные по роничным продажам в США и по другим регионам, еще блока макроэкономической статистики из Китая. В среду это статистика по промышленному производству и роничным продажам. И между, опять же, этими релизами будут еще данные из Европы по темпам экономического роста и инфляции. Ну, еще несколько недель назад я предложил вам пока что больше сфокусироваться на индексе доллара. Пока мы точно не поймем, что ФРС в ближайших нескольких кварталов даже не будет задумываться о том, чтобы начать склоняться в пользу потенциального смягчения экономической политики, лучше остаться в портфеле с инструментом, где с набором инструментов не будет нескольких активов, которые, в принципе, показывают очень схожую динамику. Евро-доллар и индекс доллара очень высокая степень корреляции. Здесь лучше сфокусироваться на чем-то одном. Может быть, индекс доллара вам не очень интересен, но в этом случае вы должны осознавать все экономические условия, в которых сейчас находится евро. В связи с этим прогнозировать и ожидать снижения главного валютного риска, потому что даже не знаю, как можно оправдать рост евро в тех условиях макроэкономических, которые складываются от просадки промышленного сектора до, очевидно, уже полуглубиной позиции Европейского центрального банка, который явно уже не будет дальше повышать ключевую процентную ставку. Индекс доллара, друзья, текущие котировки 105.70. Самое главное событие прошлой недели – это выступление Паула с докладом о проблемах монетарной политики в условиях мировой экономики. Это выступление было приурочено к его речи, опять же, на форуме Международного валютного фонда. И спасибо Паулу, он еще раз уточнил текущую позицию американского регулятора, дав понять, что ФРС еще не уверен, что ставка достигла достаточно ограничительного уровня, чтобы влиять долгосрочно на устойчивое снижение инфляции. И пока такой уверенности у Федрезерва не будет, соответственно, мы не увидим смены риторики американского регулятора. Решения по ставке принимаются от заседания к заседанию, каких-то заранее вводных у регулятора нету, все происходит в моменте. Собственно, так же, как и мы, будучи трейдерами, следим за каждым заседанием Федрезерва. Поверьте, судя по всему, американский регулятор именно в этот же день анализирует макроэкономические отчеты и принимает решения по факту того, что есть. Важный комментарий от Паула, то, что рост экономики – это очевидно так, потому что в третьем квартале экономика США выросла на 4,9%, может нейтрализовать весь тот прогресс, который удалось достичь по стабилизации национального рынка труда. Я думаю, что эта нейтрализация уже произошла, и если сейчас не остудить экономику, то в конечном счете инфляция может выйти на новые максимумы. Я, друзья, очень жду, наверное, как и вы, отчет по индексу потребительских цен в этот турник. Напомню, что прежнее значение, точнее, мы наблюдаем инфляцию на уровне 37% уже два месяца подряд, и если в этот раз индекс потребительских цен останется на той же планке или покажет небольшой прирост хотя бы на 0,1%, тогда нужно будет готовиться к активным покупкам американского доллара и росту индекса доллара в районе 107 пунктов и выше. Десятилетние трейджерии, судя по всему, предвкушают этот момент роста доллара и того, что ФРС будет удерживать ставку на высоких уровнях в течение длительного периода времени, потому что десятилетки снова растут, и текущий показатель по доходности – 4,65%. Аналитики JP Morgan Chase полагают то, что ставка останется на текущем уровне до конца 2024 года. Я думаю, что как минимум до конца третьего квартала 2024 года она будет на отметке 5,5%. Ну а то, что будет на самом деле, будет напрямую зависеть уже от показателя по инфляции. По другим финансовым инструментам евро против доллара 1,0685. Еще раз хочу отметить, что из тех отчетов, которые мы имели возможность прогнозировать на прошлой неделе, в конце прошлой недели, стоит выделить провальный релиз по уроничным продажам еврозоны, снижение на 2,9%, отчет по инфляции в Германии, снижение с 4,3% до 3%, и еще одно доказательство того, что ставку не нужно повышать. Я не верю в евро, опять же, но больше сейчас фокусируюсь на индексе доллара. Британская валюта 1,2230 – это неделя настоящее испытание для фунта, потому что нас ждут данные по рынку труда Англии, которые выйдут во вторник, потом отчет по инфляции, который выйдет в среду, и данные по уроничным продажам в эту пятницу мы ожидаем. По прогнозам ничего хорошего, в принципе, ждать не стоит, статистика остается крайне плохой. По отчету по инфляции, ну да, 6,7% сейчас индекс потребительских цен, скорее всего, он снизится, но все равно темпы снижения очень сильно отстают от тех прогнозных темпов спада, которые ранее обозначались Банком Англии. Поэтому Банк Англии явно сейчас проигрывает эту борьбу с инфляцией, а пока он не предпринимает никаких дополнительных усилий, мы видим, как падает активность потребителей, как увядает, опять же, рынок недвижимости, и как проседает экономика в целом. Последние показатели по ОВП – квартальный рост 0,0%, то есть, по сути, экономика стагнирует. Хотя, я думаю, что если, наверное, быть совсем реалистами, здесь немного рисованы данные, потому что на фоне просадки промышленного сектора и сферы услуг, скорее всего, все-таки была техническая рецессия зафиксирована, и думаю, что реальный показатель может быть ниже – минус 0,2%, 0,1%. В общем, по фунту я сохраняю короткую позицию и жду тестирования поддержки 1,20. Золото – 1938 долларов за тройскую унцию. Хорошо то, что мы не стали заранее заходить в длинные позиции, когда этот инструмент тестировал поддержку 1950, хотя руки чесались, и было очень заманчиво на такой просадке выкупать золото. Но мы ждали хороших сигналов от рыночных настроений, от рыночного сантимента. Пока что толпа. Друзья, в покупках 62% трейдеров сейчас покупают, 38% продают. Будем ждать уже перераспределения активности трейдеров в другую сторону, и, может быть, это произойдет поближе к планке 1900 долларов за тройскую унцию. Если у нас будет возможность купить поближе к отметке 1900, это будет вообще подарок на долгосрок. Но будем к этому готовиться. Австралийцы против доллара 0,6360. Этот инструмент я пока что сохраняю в длинных позициях. Напомню, что мое решение основано на решении Резервного банка Австралии поднять ставку на 0,25 базисных пунктов, 0,25%. Но пока что это решение не повлияло на курс национальной валюты, хотя через два дня после заседания был опубликован доклад заседания Резервного банка Австралии, где точно мы увидели не очень оптимистичные прогнозы по инфляции. В частности, ожидать, что она будет в районе 4,5% в этом году и стабилизируется ближе к целевому ориентиру только лишь в середине 2025 года. Я думаю, что если читать между строк, точно здесь есть задел для дополнительного повышения процентной ставки, что может подстегнуть интерес к росту австралийского доллара. К тому же на стороне покупателя австралийской валюты еще рост цен на железную руду – это один из важнейших экспортных ресурсов. И я делаю снова большую ставку на китайскую статистику, которую мы ожидаем в эту среду. В частности, на отчет по промышленному производству и данные по ровничным продажам. Если эти релизы не разочаруют, хотя бы эти релизы не разочаруют после не очень хороших данных по экспорту и инфляции, которые мы разбирали на прошлой неделе, то тогда австралийский доллар сможет получить дополнительную поддержку, потому что потенциальное восстановление экономики Китая как важнейшего стратегического партнера Австралии – это то, что будет вносить свою положительную лепту и в динамику курса австралийского доллара. Доллар иена 151.77. Друзья, очень меня интересует ваше мнение. Как вы думаете, будет ли вмешиваться Банк Японии на текущем уровне? Может быть, чуть повыше. То есть, будут ли валютные интервенции? Потому что от того, насколько вы будете уверены в этом, будет зависеть та торговая активность, которую мы вместе можем осуществить дальше. Я пока что опасаюсь этих валютных интервенций и не рекомендую вам залазить в этот дуэт финансовых активов. И рынок нефти – 80.70. Ждем, соответственно, китайскую статистику. Но я думаю, что рынок нефти может остаться вялым до появления дополнительных новостей о Палестине-Израильском конфликте. И, может быть, до конца ноября, когда состоится заседание ОПЕК, где снова оценят показатели спроса и предложения, и страны ОПЕК придут к решению относительно того, стоит ли продлевать, увеличивать, либо менять вообще как-либо сделку энергетического факта. Ну, в целом, я оптимист по рынку нефти и по-прежнему жду то, что Brent и WTI выйдут к новым локальным максимумам. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!